Гипертония называют неинфекционной эпидемией 21 века. Почти полмиллиона жителей края страдают ею. А многие даже не подозревают о том, что больны. На днях в краевой столице каждый желающий мог проверить свое артериальное давление и узнать, как уберечь себя от гипертонии. О результатах проверки и о том, как жить, чтобы давление было как у космонавтов, мы сегодня спросим у внештатного кардиолога Министерства здравоохранения края Анны Ефремушкиной. Здравствуйте. Добрый день. А вот действительно, часто говорят, у тебя давление как у космонавта. Какое давление? С каким можно в космос? Я думаю, что в космос можно с давлением 120 миллиметров на 80 миллиметров ртутного столба. Так. А повышенное считается давление, это высокое нормальное давление, это 130, 139 и 90, 99. А выше 140 на 90 это уже болезнь. Артериальная гипертония или гипертоническая болезнь, как угодно. То есть, в принципе, те же самые показатели и для обычного человека, а не для космонавта считаются нормой. Конечно. Конечно. Вот наш оператор, когда ваши специалисты работали на площадке, тоже померил свое давление, оно оказалось повышенным. Несмотря на то, что он ведет здоровый образ жизни, ходит в спортивный зал, правильно питается, какое давление должно стать первым сигналом о том, что у тебя вот может быть гипертония? Ну, это, естественно, повышение давления. Мы выставляем диагноз гипертония, конечно, на приеме у врача. То есть, пациент должен прийти не менее двух раз при двукратном измерении артериального давления. Более 140 на 90 мы говорим о том, что это гипертоническая болезнь. И, естественно, обследуем пациента для того, чтобы уточнить этот диагноз, подтвердить или, возможно, опровергнуть этот диагноз. Я знаю, что врачи советуют ввести дневник, да, в котором каждый день контролируют свое давление. И вот тогда узнаешь, где норма, где нет. Ну, это спорный вопрос. Конечно, всем подряд мы не можем рекомендовать. Тем более, есть люди считают себя здоровыми. И вероятность того, что любой человек будет мерить ежедневно артериальное давление, очень низкое, да. Так же, как и взвешиваться не каждый хочет ежедневно совершенно. Ну да. Вот. Поэтому ввести дневник артериального давления мы уже рекомендуем пациентам, у которых имеется сердечно-сосудистая патология. Или если у него есть факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии. Ну, как-то раньше говорили, что гипертония – это болезнь старшего поколения. А то сейчас, кажется, она молодеет. Как у нас в целом ситуация в регионе? Сегодня действительно все сердечно-сосудистые заболевания, они молодеют. И у женщин и у мужчин факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, они несколько отличаются. Но вот общими являются повышение артериального давления, высокий уровень холестерина, ожирение, наличие тревоги, депрессии, да, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность. Вот это такие факторы риска, которые общие, как у мужчин и у женщин. А у мужчин сегодня в большей степени факторы риска превалируют. Вот это злоупотребление алкоголем, курение – это увеличение потребления соли, более одной чайной ложки в день. А у женщин в большей степени тревога, депрессия и ожирение. И молодость артериальной гипертензии, она обусловлена как генетической программой, да, то есть когда есть наследственность отягощенная по гипертонической болезни, злоупотреблением соли, ну и вот этими факторами рисками, о котором я сказала выше. Ну если будем говорить о мерах профилактики, вот какие в первую очередь? Это полностью исключить курение, это исключить злоупотребление алкоголем, и это активность, физическая активность должна быть. То есть каждый человек, как здоровый, так и больной, просто степень физической активности может быть разной у пациента, у больного человека. Вот это не менее 30 минут в день физическая активность, не менее 5 раз в неделю. Вот это оптимальный режим. Если мы с вами говорим о том, что есть предрасположенность к гипертонии, следует ли человеку заниматься, потому что, не знаю, не спортом, наверное, буду говорить, а умеренную, адекватную физическую нагрузку, стоит ли ему делать в спортзале? Знаете, сегодня известно, что тот человек такого же возраста, который занимается в спортзале и который не занимается, смертность у того, кто занимается на 40% ниже. Это сегодня абсолютно известный, доказанный факт. И поэтому, конечно, если у пациента, ну или просто у человека, не у пациента еще, имеется какой-то фактор риска, да, имеется повышенный уровень артериального давления, есть сердечно-сосудистые заболевания, то возможность занятия спортом или в тренажерном зале, да, или аэробикой, да, или пилатесом и так далее, необходимо пройти просто-напросто тестирование. И когда это тестирование, оно может нам сказать, какую степень физической активности этот человек может выполнять в спортивном зале. То есть сегодня это все достаточно просто, тестируется, главное, чтобы было желание. Мы с вами ничего не сказали о правильном питании, я имею в виду те продукты, которые лучше всего употреблять, вот в данном случае, если у тебя есть какая-то предрасположенность. Еще раз, уменьшение потребления соли. Соль, это я поняла, да. Приоритет продуктам свежим, которые приготовлены вот сейчас, исключение колбас, исключение вот готового печенья, да, там в большом количестве трансжиры имеют место. И, конечно, приоритет фруктам и овощам. То есть, по идее, должно быть не менее двух-трех порций, это для каждого человека, это кулачок в день употребления фруктов и овощей. Ну, получается, все, о чем мы с вами говорили, это обычный и здоровый образ жизни для нормального человека, который хочет долго жить и чувствовать себя хорошо. Конечно. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Ефремушкина, внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Края.